Своевременные решения по предупреждению и оперативной ликвидации природных пожаров, а также системная разъяснительная работа с жителями, являются приоритетными направлениями в условиях текущей пожароопасной обстановки. Об этом губернатор Евгений Куйвышев заявил сегодня в ходе заседания правительства Свердловской области. В лесах Свердловской области фиксируются новые очаги возгорания. Дожгливая погода несколько снижает степень опасности, но ситуация с течными пожарами остается серьезной и требует соответствующих мер реагирования и четкой координации действий. Я прошу руководителей отраслевых министерств, ведомств, глав муниципалитетов усилить контроль за пожароопасной обстановкой в территориях. Это необходимо для принятия своевременных и эффективных решений по предупреждению оперативной ликвидации возгорания. В этой связи, коллеги, необходимо еще раз напоминаю о важности разъяснительной работы с населением по неукоснительному соблюдению всех требований безопасности в рамках действия особого противопожарного режима. Информацию о возгораниях можно передать по единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес». Отметим, что особый противопожарный режим, введенный с 30 апреля на территории Свердловской области, означает запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ и ряд других мероприятий. Что касается Новоуральского городского округа, 11 мая в администрации состоялся штаб по противодействию пожарам. Правоохранители, спасатели, коммунальные службы, муниципальные власти координировали работу в этом направлении. 11 мая в 17 часов был созван штаб по противопожарной безопасности и вообще по мерам противопожарной безопасности на территории Новоуральского городского округа. Обсуждался план организации работы патрульных групп по контролю за соблюдением требований пожарно-безопасности на территории Новоуральского городского округа. К этой работе привлекается не только наше МЧС-подразделение, специальное управление ФПС номер 5, также сотрудники полиции, добровольная народная дружина, сотрудники МКУ ЗЧС и также волонтеры. В течение прошлой недели проведены профилактические рейды по разъяснению требований пожарной безопасности в жилом секторе, в ходе которых проинструктировано 148 жителей города. Отметим, что по данным специального управления ФПС номер 5 МЧС России, за период с 4 по 10 мая подразделения противопожарной службы совершили 26 выездов по тревоге. Из них 8 раз на срабатывание автоматической пожарной сигнализации, 7 раз на тушение пожара, 7 раз по ложному вызову и 2 раза на спасательные работы. Сухая трава горела в сельских населенных пунктах, на объездном шоссе, в районе улиц Жиголовского и Строителей. Как сообщили огнеборцы, причина заключается в человеческом факторе, чья-то беспечность с огнем чуть не привела к лесному пожару. В Новоуральске во время всего пожароопасного сезона будет осуществляться патрулирование территорий с помощью беспилотной авиационной системы, а также вестись видеосъемка в скрытых местах. Видео будет передаваться в полицию. Все подозрительные лица устанавливать с помощью видеозаписи. Не подвергайте себя и других людей опасности. И еще один вопрос стоит на особом контроле губернатора. Это организованный сбор продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов для жителей Луганской и Донецкой народных республик. Наша съемочная группа 6 мая побывала на заводе «Медсинтез», где в фуры загрузили 91 тонну медикаментов. На палетах, в коробках инфузионные растворы глюкозы и натрия хлорида, попросту физраствора. Новоуральский завод «Медсинтез» производит 20 миллионов упаковок таких лекарственных форм в год. Эти средства широко применяются в медицине. В частности, физраствор используют во время и после операций, при обезвоживании организма, при сильных кровотечениях или ожогах. Учитывая ситуацию, сложившуюся в народных республиках, такая помощь очень пригодится. Уральские благотворительные фонды, волонтеры и многие жители области активно участвуют в сборе вещей, продуктов первой необходимости. Об этом нашей съемочной группе рассказал руководитель Дома добровольцев Свердловской области. Сегодня у нас осуществляется погрузка гуманитарной помощи в виде медикаментов, которые будут направлены для жителей Юго-Востока Украины по поручению нашего губернатора Евгения Владимировича Хуевышева. Собственно говоря, мы сегодня здесь, и при его поддержке мы направляем эту гуманитарную помощь. Сегодня на погрузке 91 тонна. Это будет направлено одной колонной 5 фур, которые уже буквально через 4 дня будут в Ростовскую область и далее будут перевезены дальше. Жители Свердловской области очень активно оказывают помощь. У нас работает единый пункт сбора гуманитарной помощи. Уже принято в едином пункте более 200 тонн гуманитарной помощи и направлено более 170 тонн уже туда. Вот плюс сегодня отправляем 91. Сегодня медикаменты, а так в принципе продукты первой необходимости, предметы личной гигиены, детские товары, одежда, продукты питания, продуктовые наборы. Хочу поблагодарить всех жителей, кто оказывает помощь, окажут гуманитарную помощь нуждающимся людям, которые попали в тяжелую ситуацию. Вот именно в этот момент нам необходимо сплотиться и помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Новоуральцы могут внести свою лепту. Пункты сбора гуманитарной помощи находятся в филиале медицинского колледжа по адресу улицы Фурманова, дом 7, и в центре общественных организаций Дудина, 6. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова